Добрый день, уважаемые телезрители и слушатели радио интернет-портала Медиаметрикс. В эфире Школа Здорового Голоса. У нас сегодня весьма интересная тема для разговора. Я думаю, что она будет интересна не только женщинам, но и мужчинам. Наша тема называется «Убить голосом любовь». В студии я, Екатерина Осипенко, латеринголог-фаниатор. И вместе со мной сегодня об этом будет разговаривать психолог, специалист в области гендерных отношений. Автор программы «Теория любви» Елена Антонович. Елена с нами будет разговаривать из Канады. Поэтому сегодня вы будете видеть только меня, а Елену вы будете слышать. Елена, добрый день, как вы нас слышите? Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень хорошо вас слышу. Прекрасно. Тогда мы сразу приступим, потому что очень много вопросов. И вообще сама тема стала, как выяснилось для наших слушателей, весьма интересной. И очень многие задавали различные вопросы. Если вы мне позволите, то в ходе эфира я их задам вам, для того, чтобы вы могли прокомментировать, может быть, даже где-то посоветовать нашим слушателям. А когда я начинала, собственно говоря, готовиться к передаче, то первое, что я сделала, это задала вопрос достаточно большому числу мужчин. Вопрос касался следующего. Каким образом они реагируют, если их вторая половина или их подруга начинает выяснять отношения и делает это в достаточно крикливой манере, достаточно громко пытается устроить скандал. И практически все свели свой ответ к одному, что ни один из опрошенных мужчин не вступает в конфликтные отношения с этой женщиной в этот момент. Практически закрывается в прямом и переносном смысле. Некоторые даже мне говорили о том, что они вынуждены уезжать, уезжать даже на дачу на несколько дней только лишь для того, чтобы не общаться в этот момент со своей женой или подругой. Скажите, пожалуйста, вот такая, может быть, резкость в манере поведения во время выяснения отношений со стороны женщины, к чему она может привести? И вообще, возможно ли, чтобы эта резкость привела к каким-то серьёзным последствиям для отношений? Безусловно. Если мы говорим о том, что в супружеских отношениях должна существовать этика поведения, и в первую очередь это влияет на, скажем, на то, что мужчина себя отождествляет с человеком, который лидирует в паре. Он берёт на себя ответственность за семью, за свою жену. Сам принцип, сама манера отношения к нему, если женщина переходит на крик, на выяснение отношений, то, безусловно, это очень сильно, так скажем, задевает мужчину. Он чувствует себя по меньшей мере униженным. Даже так? Да, да. Если, скажем, привести даже какой-то пример, чтобы почувствовать, как чувствует себя мужчина в момент того, когда женщина кричит, представьте себе вашего, скажем, подростка, ребёнка, который начинает вас поучать в жизни после того, как вы его вскормили, вырастили, выпистывали, а ребёнок вырос, чуть-чуть получил там какие-то... Азы. ...неуверенность в себе, да, что он вот умеет самостоятельно ходить, даже вот работу может себе найти, и всё, и ребёнок вас начинает воспитывать. Вот такие неприятные чувства испытывает, примерно такие неприятные чувства испытывает мужчина на себе. Конечно, положение в этом смысле его не очень хорошее, не очень приятное, и он, конечно, всяческим образом избегает этого. Но это даже вне зависимости от того, насколько женщина, возможно, там в жизни, на работе занимает какое-то определённое серьёзное положение. Женщина всё равно, мужчина всё равно именно таким образом относится к женщине как к человеку, ну не то чтобы ниже себя уровня, не то чтобы подростку, но всё-таки ставит себя на более ответственное место, наверное, в отношениях. Вы знаете, как раз сейчас небольшой вопрос и спорный вопрос в обществе. Дело в том, что есть такой момент гендерных отношений, да? Вот есть отношения подчинённые руководитель, есть отношения мать-ребёнок, есть отношения, в том числе и, скажем, вот гендерные отношения мужчина-женщина, где обязательно выстраивается некая субординация отношений, в которых, ну скажем, начальник знает, что он управляет ситуацией, он говорит подчинённому, что делать, ну в рамках той работы, которую они должны выполнять, также и мама руководить своим ребёнком. А вот в гендерных отношениях мужчина как бы берёт на себя негласное обязательство руководить всем процессом, который происходит в семье. К сожалению, на сегодняшний день культура отношений, ну мягко сказать, на низком уровне, чтобы это осмыслить и понять. Но когда женщины начинают это принимать для себя как норму, всё становится на свои места. Это вообще отпадает сам смысл для того, чтобы выяснять отношения. И вот вы правильно отметили, если женщина занимает руководящую позицию на работе, да, имеет... Даже не обязательно, если она руководящая, ведь сейчас энное количество женщин зарабатывает больше, чем мужчины. Да, если женщина больше зарабатывает. Вот очень много мне обращались случаи, когда женщина, даже руководитель имеет подчинение там порядка сотни мужчин, и все ей подчиняются. И она... Кроме одному. Да, да. И вот она как раз-таки может в сердцах воскликнуть, ну как это так, все мне подчиняются, а вот один, который дома, рядом, в тапочках, но никак не хочет подчиниться. Это именно тот гендерный принцип, который переступать нельзя. Потому что за этим мы ломаем мужчину. И мужчина не хочет быть надломленным. Он готов мириться, он готов согласиться, он готов обсуждать какие-то вещи, но чувствовать себя под каблуком, под каплучником у женщины он не будет. Ну, во всяком случае, не хочет и будет всячески этого избегать. Я вам скажу еще более того. Крик – это вообще некий такой, скажем, если говорить о бессознательных моментах человеческой психики, крик – это своего рода такой призыв к военным действиям, либо к оборонительным, либо наступательным. Мужчина неосознанно воспринимает крик… Как наступление. …как то, что он должен что-то предпринять. Именно поэтому он стремится уединиться, оставить милую свою жену как бы наедине с самой собой. Вот, поэтому это очень такой сложный момент. Если можно воздержаться от крика, то лучше, конечно же, избегать такой манеры общения с мужчиной. Но получается так, что женщина-то, собственно говоря, видимо, не сразу, наверное, не каждая женщина пытается начать как-то интонационно доминировать в разговоре или сразу приступает с помощью крика решать все наболевшие вопросы. Но когда она начинает это делать, то есть она фактически выпьет уже. Ну, обратишь же ты на меня внимание, может быть, так ты меня услышишь. И в этот момент что она получает? Она получает мужчину, который от неё отворачивается и уходит в другую комнату, и не вступает с ней ни в какое общение. То есть то, чего она, собственно говоря, добивается, она не получает. Удивительно, это парадокс. Да, вот как раз-таки вы правильный момент отметили в подобных конфликтах. Потому что здесь нужно понимать, что женщина просто так, как бы в большинстве своём, не начинает кричать на мужчину просто, потому что вот он пришёл, скажем так, условно. У женщины есть множество причин. Что называется, накопилось напряжение внутреннее. Создаётся внутреннее напряжение из-за того, что женщина, допустим, мужчине неоднократно повторяет, значит, не потратить лишние деньги. И при условии того, что она, скажем, условно, экономит и ждёт ближайшие зарплаты, экономит даже на детях, он берёт и прогуливает какую-то сумму денег с друзьями. Женщина просто выходит из себя. Фактически через крик она выпускает негативные эмоции, вот этот пар накопившийся. Это же не просто, так скажем, может быть, такие отдельные истории, это может быть накопление... Целая сеть, цепь событий каких-то, которые приводят в конечном итоге к большому, крупному скандалу. Да, да, совершенно. Через которое она накапливает в себе вот этот негатив, и потом ничего не может с собой сделать, как только выпустить пар. Между прочим, если бы мужчины научились это понимать, как вот чисто женскую особенность, потому что когда... Есть, конечно, мужчины, когда в критической ситуации тоже кричат, кричит, да, мужчина себя ведёт не сдержанно, но это, скажем, в меньшей степени. Когда мужчина чувствует какую-то ситуацию, выходит из-под контроля, он либо вообще как бы отстраняется, либо уходит. А вот у женщины такое свойство её психики, она кричит. Если бы мужчина научился понимать, как то, что если она сейчас не выкричит свою боль, то она рискует заработать либо онкологию, либо просто тихо сойти с ума. Ну или инфаркт ещё тоже есть варианты. Да, у меня есть ума, но то, что она под очень сильным стрессом находится в данной ситуации, и это чревато депрессией, срывом, нервным срывом, то в этом случае нужно учитывать и более снисходительно относиться к женщине, потому что вот так мы устроены, женщины, правильно? Вот такими механизмами мы взаимодействуем с мужчиной. И именно отсюда у нас происходит такой разлад. Мужчина это воспринимает как нападение, как то, что она пытается его поставить под каблук, а женщина просто выпускает пар, потому что по-другому сказать не умеет. Вот, к сожалению, в нашей культуре нет такого образования, где бы женщина научилась себя вести правильно. Ну такое некое подобие института благородных девиц. Ну совершенно верно. Вот примерно то, что я преподаю в своей программе, программа «Теория любви», там, где я обучаю женщин понимать, что мужчина это мужчина, и он другим быть не может. Вот как если бы мы сравнивали, да, собаку и кошку. Ну, может быть, это очень грубое сравнение. Но, скажем так, мужчина это мужчина, он ведёт себя по-мужски. И если собака лает, то она мяукать не будет. А женщине больше свойственно вести себя как кошечка. Вот. Поэтому, значит, чтобы понимать свои конфликты внутренние, семейные, нужно помнить о том, что мужчина реагирует вот так. И стоит ли поднимать крик, да, стоит ли начинать кричать, если вы знаете, что это заведомо проигрышный способ выяснения отношений. Вот, кстати, вы затронули вопрос, что есть мужчины, которые кричат. И вчера, когда некоторые наши слушатели писали в чате какие-то свои вопросы, то я получила вот такой интересный комментарий от Анастасии Арсетты из Италии, которая рассказала нам о том, что в Италии орут не только женщины, но мужчины кричат иногда очень даже, как она выразилась, покруче. И иногда, когда ты слышишь разговор этих двух кричащих друг на друга супругов, это слышать очень неприятно. И голоса в этот момент, и у того, и у другого очень сильно изменяются, и становятся очень агрессивными. И по её мнению, это, конечно же, связано с не очень хорошим воспитанием, и что это обязательно продлевает ссору и в конечном итоге портит отношения. Так вот, ну хорошо, действительно, вот если мы смотрим какое-то кино, то же самое итальянское, мы видим, какие они достаточно акцентированы во всём. И даже на улицах слышно, что громкость их голоса, она всегда громче, чем того же самого русского человека. И они, вся эта импульсивность, в том числе обусловленная и в жестикуляции. Может быть, для них это нормально? Но вот Анастасия также написала, что если в пару вступают там итальянец и какая-то другая женщина, другой национальности, то эта женщина, к сожалению, с трудом переносит вот такие крики, потому что не в природе, в том числе русских женщин, такая, может быть, агрессивная манера поведения со стороны мужчины. И такие браки могут и очень часто заканчиваются разрывом. Именно по причине непонимания, вот такого, может быть, межнационального непонимания на уровне выведения эмоций по отношению к своему партнёру. Да, но в первую очередь я бы хотела разделить там, где пересечение границы, действительно агрессивное поведение мужчины, в частности итальянцев, и нормальное поведение там, где в их культуре и в их традиции уже заложено, скажем, выражение своих эмоций. Мы же понимаем, что итальянцы, они по своей природе очень темпераментны. И вот для того, чтобы выразить всю гамму своих эмоций, им нужно вот именно в такой манере их выражать. То есть если понимать, как испанские танцы, где есть притопывание, прихлопывание, какие-то действия, какие-то, скажем, движения даже несколько агрессивные, напористые, то мы понимаем, что в их культуре уже это заложено, традиция выяснять отношения на повышенных тонах. В общем-то, если вы с итальянцем поговорите после скандала, вот такого, скажем, да, скандала, там, ссоры, то вы с удивлением можете обнаружить, что он вам скажет, я же просто говорил о том, что меня волнует. И получается, что, по сути, нужно просто различать, что если вы попали в среду итальянцев или бубуинов там где-нибудь в Африке или ещё в какую-то эмоциональную среду... Или спокойных англичан. Вы не ожидайте, что там будет очень такое мирное, ну, как бы всегда, тишь да гладь, да божья благодать, как это у нас, у славянских народов, принято. Да? У нас принято, если там, скажем, покричать, так покричать, но это уже понятно, там люди уже совсем вышли из себя. А у итальянцев принято просто, ну, прикрикивать на каждом шагу. У них приветствие вот такое крикливое, у них расставание крикливое, у них момент споров очень крикливый. Иногда можно подумать, что даже они ссорятся. Вот посмотреть на мужскую компанию, которая отдыхает, да, мужчины, вот можно подумать иногда, что они грузинам тоже это свойственно, что они даже между собой где-то ссорятся. А они нет, они просто дружно беседуют. Кстати, если говорить о парах, у меня есть пример, когда женщина, значит, создают пары с итальянцами, ничего подобного я не наблюдаю. Всё дело индивидуальной пары. Поэтому, если вы готовы, так скажем, выстраивать отношения с тем партнёром, который есть, опять-таки же я отмечаю, чтобы не было агрессии, потому что агрессия – это уже патология, и тогда женщина будет страдать в отношениях. И действительно будет там сложно. А если там существует как бы вот традиционная манера, её можно чуть-чуть подкорректировать уже в течение жизни. Женщина может мужчину, своего мужа обучить, взаимодействовать с ней немножко по-другому, для того, чтобы ей было легче эмоционально переносить такую манеру взаимодействия. Не обломать, не переделать, а научить взаимодействовать. А сколько подкорректировать? Никого ломать нельзя, никого переделать под себя нельзя, потому что мы рискуем, мы очень часто женщины. Вышла замуж, думала мужчина, а стал подкаблучником. А почему? Потому что женщина сама, такая, скажем, с лидерскими способностями, ведёт себя очень, так скажем, феминистично, мужиковито настроена, и она не замечает, как она мужчину, пытается переделать, переделать его, и в итоге она получает то, чего она совсем-таки не хотела. И, конечно, ей результат не нравится. Хорошо. Ну вот пришли мы к тому, что женщины, несмотря на то, что они видят какой-то отрицательный, даже иной раз резко отрицательный результат от введения переговоров, назовём это так, с мужчиной на повышенных тонах, с помощью крика, женщины всё равно продолжают это делать и наступают на собственные грабли неоднократно. Вот что, собственно говоря, если женщина уже понимает, что мужчина себя ведёт именно таким вот образом, что, собственно говоря, её толкает продолжать это делать? Дело в том, что женщины просто элементарно не знают, у них отсутствует знание, что делать в такой ситуации. А есть способ старый, такой древний, простой, элементарный, много раз повторяющийся вообще во все времена, но почему-то люди о нём быстро забывали. Это очень хороший способ. А вот сейчас одну маленькую, сделаем небольшую паузу, мы уйдём сейчас на рекламу и вернёмся, и вы расскажете об этом чудесном способе. Я думаю, что сейчас все прильнули к экрану. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс». Свежие котировки новостей. Всегда под рукой. Итак, мы с вами в эфире «Школа здорового голоса» Екатерина Осипенко. И напомню вам, что сегодня у меня в гостях Елена Антонович из Канады, психолог в области гендерных отношений и автор программы «Теория любви». Ни много, ни мало. И когда мы уходили на рекламу, я задала Елене вопрос о том, почему же всё-таки женщины, которые, к сожалению, не получают позитивного результата от выяснения отношений с мужчиной на повышенных тонах, почему они всё равно продолжают это делать? И, если честно, Елена мне рассказала о том, что существует способ, как этого не допустить. Причём способ, как, видимо, стар как мир. Да? Это так? Да, да, совершенно верно. Дело в том, что когда женщина начинает понимать, что попыткой докричаться, что называется, до глубины души своего мужа, это бесполезная трата времени и сил, мало того, это несёт за собой совершенно противоположный эффект, да, женщина начинает думать, что ей делать в подобных ситуациях. Самый прекрасный и проверенный способ контролировать свои эмоции в сложной ситуации – это первое. Можете даже себя записать. Так, женщина, записывайте. Да. Значит, первое – начинать дышать. Причём дышать глубоко, через носик, и, задерживая дыхание в теле, потихонечку выдыхать. Во-первых, это переносит фокус внимания самой женщины от эмоций к телу. Это первый основной традиционный способ психологии для того, чтобы именно разрядить чуть-чуть, выпустить пар и разрядить обстановку безопасным способом. Ну и второе, что все знают, все этим благополучно пренебрегают, это считать до 20 и обратно. Если вы великолепно считаете до 20 по-русски, считайте по-английски или по-другому, ну, скажем, другим языком иностранным, и вы, так скажем, сосредоточите своё внимание в данный момент на другую проблему, на другой объект. И тем самым вы уведёте своё временное, вот так скажем, внимание, повышенное внимание, и как заряд вы себя будете, то есть вы не разрядитесь в этот момент, а вы просто уведёте вот эту волну цунами, которая надвигается в вашем психологическом состоянии. И она разрядится в каком-то другом месте, но не на вашего супруга. Я сейчас скажу. Да, как раз таки. Вот, значит, третий момент, который обязательно нужно для себя решить, это как, вот в этот момент нужно запланировать, когда вы можете, на какой день, на какой момент вы можете перенести этот разговор. Как бы получается, что объект разговора и вынесения, на обсуждение какой-то темы, он остаётся. Вот, конфликт никто в жизни нам не отменял, не отменит никогда. Мы живём через конфликт, конфликт является частью нашей жизни. Проблема в том, что конфликт, люди, многие люди воспринимают конфликт как деструктивную форму выяснения, то есть выражения человеческих отношений, да, но по большому счёту, если понимать, что конфликт это неотъемлемая часть нашей жизни и взаимодействия, бывают конфликты внешние, маленькие, большие, внутренние, глубинные, сказанные, не сказанные, да, которые, а конфликты могут сохраняться в течение лет, десятилетий, понимаете, вот эти обиды накоплены, это накопленные конфликты, и это созревающие конфликты. Ну сколько есть таких примеров, извините, что я вас перебиваю, но сколько есть и в литературе, и в фильмах описанные примеры, когда женщины, от которых бросили мужчины там 155 лет тому назад, они продолжают это вспоминать и уже будучи, не знаю, на смертном адре, они всё равно вспоминают этого мужчину и пытаются всё сказать, что они думают о нём. Да, совершенно верно. Так вот, дело в том, что нужно понимать, что конфликты мы избежать не можем, мы должны найти конструктивную форму выражения этого конфликта. То есть третий пункт, который мы сейчас записали, женщина должна подумать, когда она выразит своё недовольство поведением мужчины, значит, или какой-то ситуации, в каких обстоятельствах и когда. И на тот момент, если она не справляется с собой, ей лучше сказать, извини, мне сейчас неудобно об этом говорить, я должна тебя оставить, или мне нужно остаться один на один сама с собой. и, конечно же, дождаться удобного случая, когда она может ему сказать, прости, но я должна тебе сказать о том, что у меня наболело. То есть в течение жизни и муж, и жена, они должны понимать, что, или знать друг от друга, да, нужно выражать свои чувства, и говорить, и обсуждать, что наболело, что было тяжело, что, что какая обида существует, да, концентрируя внимание именно на своих чувствах, на своих переживаниях, но никаким образом не на том, как он упал в её глазах, каким он стал, извините за такое слово, подлецом, очень распространённое обвинение, да, я на тебя потратила лучшие годы своей жизни ещё. Я не потратила всю свою жизнь, а ты вот такой, такой, эти слова мужчины, проигнорируют. Если женщина хочет, чтобы мужчина её услышал, ей нужно говорить о своих чувствах, о том, как она была ранена, о том, что её ранило, о том, какой поступок он совершил. Понимаете, нужно растождествлять поступок, и человек это разные вещи. Нужно говорить о том, каким был поступок, а не о том, каким плохим человеком он стал. Не переходить на личность, а тем более не переходить на личность, а объяснять только те условия, в которых они оказались. Таким образом, женщина и сохранит отношения, и сохранит свою, скажем, вот эту женственность, и, так скажем, вот эту женственность и желанность. Потому что, смотрите, в одном случае, когда женщина выясняет с мужчиной отношения, как вот некоторые мужчины говорят, с бигудями, на голове, в рваном халате, с пеной у рта, она кричит. Конечно, она оставляет о себе образ неприятной какой-то женщины, буквально в смысле мегеры. И потом, как он вернет к себе то, скажем, сексуальное желание к своей жене, да, чтобы вернуться к ней, что ему нужно с собой сделать, чтобы вернуть образ желанной женщины. Женщине для этого придется сделать, для того, чтобы вернуть этот образ желанности. Вы знаете, вот буквально с языка сняли один из мужчин, где написал потрясающую совершенно фразу, что вот он сейчас живет, он женился, и его жена голос никогда не повышает. Ну, практически никогда, если она хочет что-то ему донести до его сознания, то он по интонации улавливает, что ее что-то смущает, и она чем-то недовольна. А вот по прошлым отношениям он более чем согласен с темой нашей сегодняшней беседы, и его мнение, что когда начинаются истеричные и агрессивные крики, желание только одно, многоточие, больше их никогда не слышать, а женщину не видеть. Вот представляете, то есть сам мужчина об этом говорит, я думаю, что большинство мужчин его тоже поддержат, и вот тут фактически вот вам и ответ, который мы задаем, собственно говоря, может ли женщина подобной манерой ведения поведения, может ли она разорвать отношения, фактически да, то есть вот то, о чем вы сейчас рассказали, представляется не следующим образом, женщина имеет некую проблему, которую она должна была бы решить, у нее нет никакого иного механизма, нежели как прикрикнуть уже, потому что иначе не получается, дальше получается, что этот крик ведет к большому бурному, с ее стороны выяснение отношений, а с другой стороны он начинает разрывать, фактически делать маленькие какие-то трещинки на тех отношениях, которые существуют, и мужчина перестает в ней видеть ту, собственно говоря, которую он встретил и полюбил, или, возможно, еще не полюбил, но собирается, в процессе построения отношений находится, и все это как результат толкает мужчину от этой женщины, женщина, которая хотела решить какую-то небольшую проблему, она в конечном итоге получает совершенно иную проблему, когда мужчина в общем-то от нее в результате вот таких скандалов может и уйти, уйти совсем другой женщины. Извините, я вас перебила. Хотите вот один пример из моей книги, которая сейчас в данный момент в процессе издательства, к сожалению, только пока на просторах Украины, но я очень надеюсь, что найдется издательство для этой книги и на просторах России. Я не сомневаюсь, потому что проблемы одни и те же. В этой книге я описываю именно очень много ошибок, которые совершают женщины и то, что действительно рушит отношения. И один из примеров, который мне моя клиентка с удовольствием предоставила как пример для того, чтобы женщины учились, чего допускать нельзя на таких примерах. и есть такой великолепный как раз таки наглядный случай, где женщина была невестой, они были обручены со своим женихом, правда они встречались в течение нескольких лет из разных городов. Вот они съезжались, то он к ней приезжал, то она к нему приезжала, то они вместе выезжали на курорт, проводили прекрасное время и все было замечательно. И она ожидала от него предложения и это предложение было как бы естественным для нее, когда она от него получила. Между ними действительно была любовь и теплота и какие-то очень важные сокровенные вещи базовые, которые нужны для построения отношений и создания семьи. Вот он ей сделал предложение, вот они уже обсуждают список гостей и она позволила себе в тот момент, когда он у нее был в гостях, вот перед самой свадьбой у них уже идут затраты на свадьбу, организацию торжества. Вдруг он увидел ее со стороны, как она относится со своими родственниками, ну там младшими, сестрами, вот она на свою сестренку где-то там прикрикнула. для них это, ну скажем, для людей, которые семейно, для семьи, это понятно, что это было никакое не проявление огромной агрессии. Ничего естественное было в своей внутренней среде, где-то что-то прикрикнуть, где-то погрозить пальчиком своей младшей сестре, чисто вот скажем, такой назидательный процесс для молодежи был проявлен с ее стороны. Ее жених воспринял это как ее манеру взаимодействовать с окружающими людьми. И когда он от нее уехал на какое-то время, опять-таки происходил процесс приготовления свадьбы, он вдруг ей написал что вот такое скажем послание, что вот извини, я думаю, что мы поспешили с тем, чтобы вот именно сейчас нам организовывать свадьбу. Это начало сводить с ума бедную невесту. Конечно, она была полна вообще негодования от того, что она слышала, начались вопросы, допросы, так ты меня не любишь, или ты меня не любишь, начались выяснения отношений, и она же невеста усугубила, еще больше усугубила свои отношения с женихом. В итоге он ей написал прощальную записку, потому что она вела себя от негодования того, с чем она столкнулась, да, она действительно его обвиняла в том, что несколько лет жизни она потратила на ожидание, встречи с ними, на ожидание создания семьи и всего остального, а тут вдруг вот такое. А он для себя сделал выводы, что он не потерпит всю жизнь рядом с собой женщину, которая не умеет как бы сдерживать себя излишней эмоциональности. Вот вам наглядный пример того, что девушки с таким темпераментным характером рискуют как бы остаться без семьи. Но если, скажем так, говорить о том, что совершенно естественно, когда у женщины накапливаются эмоции негативные, да, и совершенно естественно, что нужно дать выход этим эмоциям, потому что если не давать им выход, то, безусловно, женщина, в ней будет внутри вот сидеть некая такая такая субстанция, если говорить о эмоциях, эмоция это и есть там внутренняя энергия, которая является нашим внутренним, скажем, топливом психологическим, да, через эмоции мы ощущаем себя, познаем этот мир и понимаем, как мы взаимодействуем с этим миром. Поэтому обязательно нужно находить выход в этих эмоциях и лучше очищать себя в буквальном смысле от них. Я вам хочу сказать несколько опять-таки элементарных способов того, как избавляться от негативных эмоций и мыслей в том числе. Этому очень хорошо способствуют танцы, занятия танцами, особенно с притопами, знаете, когда не просто нежные движения, плавные, что-то энергичное, а именно энергичные, где есть притопывание, прихлопывание вот в этих итальянских, испанских танцах очень много таких как раз элементов, через которые женщина или люди танцующие, они выводят свои эмоции как бы вовне, из себя выводят эти эмоции и таким образом очищаются. Есть, пожалуйста, способ пения. Пение во всю глотку тоже очень хорошо очищает нас от негативных эмоций, особенно если мы поем лирические песни, так скажем, со слезами, да, вот с голосом во весь объём. Дальше, генеральная уборка, спорт, творчество. огромные... Сейчас все женщины, например, генеральной уборки, все прямо, я думаю, что порадовались. Но лучше спорт, это самое оптимальное, когда ты и притопы у тебя там будут, и прихлопы, и вырабатывается гормон радости. И уж точно не захочется своё радостное настроение портить с кем-то, даже с любимым мужчиной, тем более с любимым мужчиной, ругаясь. Есть ещё, можно я вот ещё отмечу несколько способов, потому что это очень важные вещи. Шопинг, посадки цветов, или занятия огородом, своим участком, украшение своего участка, или там преобразование своей комнатки, в которой женщина живёт, или квартиры. Дальше, исповедь, молитва, это всё способствует для верующих, это вообще, так скажем, единственный инструмент работы над своими негативными чувствами, и это замечательные вещи, которые работают, или, например, сделать генеральную уборку так, чтобы выкинуть все лишние вещи, или освободиться от тех вещей, которые старые, ненужные, но в хорошем состоянии, просто отдать их, просто раздать их другим людям, это тоже прекрасный способ получить взамен негативным эмоциям, которые собираются, как правило, в душе, позитивные, где вы получите слова благодарности. И сделать что-то доброе тем людям, которым значительно хуже, чем тебе. Да, помочь кому-то. Это такая психотерапия, терапия добра, она, это особый случай, конечно, тогда, когда это лечит душу, это восстанавливает силы, это возвращает энергию. Можно, у нас подходит, к сожалению, время, уже осталось две с половиной минутки, я задам вопрос один, поскольку меня попросила одна моя слушательница, и попросила у вас спросить в эфире, у нее такая ситуация, ее собственная свекровь, к сожалению, ведет себя очень резко в семье, то есть она фактически, вот то, о чем вы говорили, она сделала своему мужу подкаблучником, и она очень агрессивно ведет себя по отношению ко всем членам семьи, при этом никто не может ей противоречить, и эта женщина фактически, ее действия привели к тому, что у мужа есть другая женщина, но он при этом обеспечивает естественно всю семью, живет в этом браке, но все от нее разбегаются, шарахаются, и собственный сын шарахается, и невестка шарахается, она всех поучает, она знает, что она лучше всех все знает, делает это всегда в очень неприятной, как с точки зрения формулировки, так и прежде всего с точки зрения выбора тона, повышения и интонации, и повышения вообще собственного голоса. И вот моя слушательница, будучи ее невесткой, она хотела спросить все-таки, каким образом можно было бы себя вести со свекровью таким, так, чтобы не лишний раз не затрагивать, затрагивать ее и не создавать какие-то конфликтные ситуации. Очень много таких вопросов поступает, именно когда в семейных вопросах, конфликтов, когда вынуждены две семьи сосуществовать в одном пространстве. Две семьи, я считаю, это мама, она с мужем или без мужа одна, и вот семья, которая муж, жена и дети, они существуют, это существование двух семей. Человек, значит, один является семьей, отдельной частью от общей семьи, поэтому здесь, конечно, нужно расставлять приоритеты. И, конечно же, даже если это пожилой человек, нужно напоминать о правилах общего сожительства. Общежитие. Да, да, нужно вывести правила, обсудить их на общем собрании, так скажем, всех членов семьи, обсудить, что приемлемо, что не приемлемо, что удобно, что неудобно, выяснить для всех и при случае напоминать об этих правилах. Пожилым людям свойственно испытывать чувство ревности к своим, скажем, к своему сыну, допустим. Конечно, невестка в этом смысле будет объектом этой ревности. Да, 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 вечной золушкой. Поэтому, чтобы не стать громоотводом для чужих эмоций или для эмоций пожилого человека, нужно периодически напоминать пожилому человеку. Вот это можно, вот это нельзя. Вы же с этим согласились правильно. Ну, замечательно. То есть, не поддаваться ни манипуляциям, не поддаваться ни истерикам. Договориться о том, что все будут себя держать в рамках приличия. Конечно же, пожилые люди будут провоцировать и нарушать этот принцип. Но самое главное, чтобы семья, молодая семья, да, муж и жена понимали, какие вещи можно уступить, в каких вещах можно, наоборот, проявить еще больше заботы о пожилом человеке, если действительно мать нуждается в каком-то дополнительном присмотре. да, вот, но тем не менее останавливать, потому что очень часто из таких пожилых людей делают маленьких тиранов домашних и полностью потакая всем их капризом. Делают маленьких тиранов из своих детей, делают маленьких тиранов из мужей, из жен, из кого угодно. Нужно помнить всегда о том, что отношения должны быть обязательно выстроены так, чтобы каждому семье было в них удобно. Значит, управляют семьей или двумя семьями муж и жена, остальные подчиняются. Но и, безусловно, могут быть и пожилые люди попадают в ситуацию, когда их дети станут для них тиранами, наоборот. В этом смысле тоже нужно тогда умерить свой аппетит или свои желания и больше предоставить возможности и заботы о пожилых людях. Все это обязательно обсуждать и продумывать. Отлично. Елена, огромное спасибо. Я еще позволю себе напомнить в самом конце нашей передачи о том, что все крики, к сожалению, для женщины просто так не проходят. вы сейчас услышали ту часть психологическую, эмоциональную, о которой говорила Елена, будучи специалистом в области взаимоотношений между мужчиной и женщиной и в области построения отношений. Я как доктор могу сказать, что для самого организма женщины, к сожалению, это тоже не проходит даром. И именно по этой причине большинство пациенток, которые мы наблюдаем у себя на приеме, женщины, если это не какие-то профессиональные нарушения, так вот, к сожалению, крики могут привести к формированию различной патологии гортани, как функциональной, так и даже формированию новообразований голосовых складок. Поэтому подумайте об этом в том числе, когда будете дышать, когда будете считать до 20, когда... И вспомните о своем теле, к которому в этот момент вы тоже можете нанести урон. Елена, огромное спасибо за то, что вы сегодня потратили свое время, будучи совершенно на другом континенте. Мы вас прекрасно слышали. Я получила огромное удовольствие, получила много интересной информации. Я также думаю, что это и получили наши слушатели и зрители. Спасибо вам огромное. К сожалению, не все успели обсудить, но тем не менее, я думаю, что мы дали сегодня многое благодаря вашим советам. Спасибо вам, счастья, здоровья, любви. И вам счастья и здоровья. Всего доброго, дорогие наши слушатели и зрители.